Все новое это хорошо забытое старое. Так все-таки Рюрикович викинг или нет, решайте сами. Мое небольшое исследование посвящено истории появления Рюриковича и основано только на фактах, отдельных документах и работах известных в России авторов, опубликованных в XIV-XIX веках. Практически все документы являются фоксимильными, что подтверждает их подлинность. Я не историк, не претендуя на полноту изложения материалов и заранее прошу извинить меня за возможные ошибки и неточности. В конце концов, кому я должен больше доверять? Русским ученым с большой буквы Михаилу Васильевичу Ломоносову, Василию Никищу Татищеву, в конце концов, русской императрице, хоть и с немецкими корнями Екатерины II или нынешним историкам с купленными дипломами, у которых говорят только одни пиар-технологии. Кто же такие Рюриковичи и как они появились на территории Древней Руси? В интернете, в русскоязычной Вегипедии, им посвящена отдельная статья. Там написано. Рюриковичи – княжеский, великокняжеский, позднее также царский в Москве и королевский в Голицко-Волынской земле – род потомков Рюрика, первого летописного князя Древней Руси, раздравившийся с течением времени на множество ветвей. Большинство родителей древнерусского государства Киевской Руси и образовавшихся после его распада русских княжств были Рюриковичами. Общими предками всех Рюриковичей являются сам полулегендарный Рюрик и его жена Ефанда Урманская, сын Игорь с женой Ольгой, внук Святослав Игоревич и правнук Владимир Святославович. Здесь в последующем, чтобы не скользить старые тексты, я постараюсь их привести дословно, так как, конечно, они не совсем соответствуют современному звучанию. Повесть временных лет наиболее ранней из дошедших до нас летописных сводов относится к началу XII века. Свод этот известен в составе ряда летописных сборников, сравнившихся в списках, из которых лучшими и наиболее старыми являются Лаврентийский 1377 года и Ипатийских 20-х годов XV века. Летопись вобрала в себя в большом количестве материалы сказаний, повести, легенд, устные поэтические предания о различных исторических лицах и событиях. Одним из лучших переводов или расшифровки древнего рукописного текста является работа академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Так, по поводу появления Рюриковичей, он приводит следующий фрагмент текста о рукописи по лаврентирскому списку. 6.370-й, 862-й по Рождеству Христову Изгнали варят за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал в рот народ, и была у них усовица, и стали воевать друг с другом, и сказали себе, поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву, и пошли за море к варятам, к Руси. Те варяты назывались Русью, как другие называются Шведы, а иные Норманды и Англы, а еще иные Готландцы. Вот так и эти. Сказали Руси чуть, слабень, кричи и весь. Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами. И избрались трое братьев со своим родом, и взяли с собой все усть, и пришли, и сел старший Рюрик в Новгороде, а другой Синеус на Белозере, а третий друг в Исборске. И от тех варятов прозвалась Русская земля. Новгородцы же, те люди от Варяшского рода, а прежде были Словени. Через два же года умер Синеус и брат его Тугор. И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города. Тому Полоцк, этому Ростов, другому Белозеро. Варяли в этих городах находники, а как коренное население в Новгороде, Словени, в Полоцке, Криичи, в Ростове, Меря, в Белозере, Весь, в Мурме, Мурма, и над всеми всеми властью Рюрик. И было у него два мужа, не родственники его, но бояли. И отпросились они в Царьград со своим родом, и отправились под Непру. И когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. И спросили, чей это городок? Те же ответили, были три брата, Кий, Щек и Хариф, которые построили городок этот и сгинули. А мы тут сидим, их потомки, и платим дань хазарам. Альскольдже и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варяков и стали владеть землею полярами. Рюрик же княжевых в Новгороде. В 1766 году статским советником, профессором химии и членом Санкт-Петербургской императорской и Кролевской шведской академии наук Михаилу Васильевичем Ломоносовым, был выпущен капитальный труд. Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава I, или до 1054 года. В нем он приводит результаты своих исторических исследований. Рюрик, самодержавство российского основателя и праотец многих государей, по прошению славян и чудей, пришел к ним на княжение с двумя братьями, со всем родом и с варягами-родцами. Варяги-родцы по Ломоносову с древними кустами произошли от одного поколения, с южного берега варярского моря, то есть балтийского по-нышнему. К пребыванию сперва избрал Ладогу, хотя новгородские славяне были главные его просители, и великость города больше приличествовала к столице. Посему кажется, что Рюрик на слове их совсем утверждался, ведая происходившие между ними межусобия. Ладога для всегдашнего проезду славян, варягов и чуди, удобность подавать, примечать движения недоброходов его в Новгороде. Середний брат Синевус сел княжить на Беле озере, меньший Туор в Изборске. Таким образом, по единой крови и по общей позе, собластные между собой государь, в разных местах утверждясь шатающихся разномысленных народов, члены крепким союзом единодушного правления связали. Роптать приобыкшие новгородцы стражили Синевусова вспоможение Лурику, ибо он обладал сильным белозерским чурским народом, называемым Весью. Туор, пребывая в близости прежнего жилища, скоро мог поднять варягов к собственному и братьей своих защищению. И так, имея отовсюду взаимную подпору, неспокойных голов, которые на избрание Луриков не соглашались, принудили к молчанию и к оказанию совершенной покорности. Так что, хотя Синевус по двулетним княжении скончался, и только после него жил недолго, однако Рурик в Великий Новгород приселился и над Волховым обновил город. Нужно отметить, что исследование Михаила Ивановича Ломоносова удивительно совпадает с современным исследованием Михаила Николаевича Задорнова и изложенным им в фильме, снятом на народные деньги. Рурик потерянная были. В 1768-69 годах уже посмертно был выпущен Большой труд тайного солидника и астраканского губернатора Василия Никитича Татищева, которому он отдал 30 лет своей жизни. История российская самых древнейших времен, так он назывался. В книге 1-й, части 2-й, главе 31-й, «Варяги. Какой народ и где был, он пишет». О всем народе русские древние историки нередко упоминают, особенно потому, что о том их колено Любикова на престоле русском от 1862-го по 1607-й год и того 745 лет с переменным счастьем наследственно продолжалось. А в шляхетстве от него у нас и в Польше многие еще роды находятся. Прежде же пришествие Любикова колена славянских князей, бывшее, гостамыслом, пресеклось, как и Аким, и Нестор рассказывают, что по смерти гостамысла, славянского князя, по велению или замещаниям его призвали из варяг русов, князя Сибирюрика с братьев. И хотя от истории ясно видимо, что онные варяги жили над горем Балтийском, отчего и море онное у русских варяжское именовано, но о месте тех варягов, не принимая во внимание столь древних и хорошо сведущих русских писателей Йоакима и Нестора, точное и ясное указание, а также шведских, довольно осведомленных историков, сказания, на неприличные и весьма с обстоятельствами исходные народы относили, а часто и другие басни определяли. Между с ними, Дюлетт в истории о языке общем сказал, что Рюрик из Вандалии, чему, думаю, и польские последователи, как, например, Старковский говорит, поскольку русские моря, обливающие Пруссию, Швецию, Данию, Ливонию и Лифляндию, варярским именовали, а значит, князи онные и Швеции, и Дании, или ввиду соседства и общих границ, из Пруссии над Руссией владели. Есть же город Вагрия, издревле славный, вандалий Брюслюбка, от которого море Варярское именовано, а поскольку вандалы славяне, потому и русские, единородных себе князей вагров или валяров избрали. Это видится несколько вероятно, но внятно рассмотрев, обречается, что никого основания не имеет. Первое, что город он и Вагрия, или предел не было у моря, и от него море прозваться причины не имело. К тому же море в тех краях, не когда Варярское, но сначала Венитинское от Вендов, потом Балтийское, вице по сказанию Бекмана, истории биографической, от Белтии, пролива из западного моря произошло. О варярским думают только русские именовали. Второе, вандалии князи славянские никогда готических и сарматских имен не были, но всегда славянских, как Адам Бременский, гельмальт и транцы показывают, особенно гельмальт. Имена упоминают Вишан, Вышеслав, Тразикон, Славомир, Кендрок, или правильнее Кондрок, Милслав, Стогнан, Стонгар, или Светогор, Силабур, Белук и прочие, которые, хотя германцами перепочены, однако же довольно видимо, что все по сути славянски. Алюрик, Синеуст, Тувор, Олег, Рахволд, Аскольд, Тур и прочие, ни одно не есть славянское. А особенно в послах их к грекам видно, что все готические и сарматские, как, например, Свен, Сор и Листур, Карл, Ингвар, Улеп, Шагаберн и прочие, каковы и в Швеции, Норвегии и Финляндии, по историям тогда, и долго после употребляемых пыль, и ныне еще есть. Боди, которых он и князи чтили, повребения и другие обряды, которые славян от готов различают, довольно в самой истории все свидетельствуют, что они, князи, не были славяне. Рюрик из Пруссов, от Августа императора, Полимон, Пугли, Либан, Вагрия, в Италии. Латинские слова у Пруссов, другие видят, что он и не подходит, выдумали их быть из Пруссии, как о том выше и Струковского, и ниже простране показано. Но Струковский, или прежде его Кодлубек, даже не из Пруссии, но из самой Италии, их немалым чаю трудом на кораблях перевезли, как Струковский говорит. свидетельствуют хроники русские, что он и три брата известны своим родословием от цесарей римских происходит. И если то так, то им следует быть от Полимона или Пугли, Либана, князя римского, пришедшего в Пруссию, произошедшей быть. А поскольку в княжестве Савойском есть землица Вагрия, и она была тогда провинция римская, то, может быть, Полимон из той провинции в Пруссию придя князем варярским именовался, и от всех русских князей себя себе избрали. Сия явная басня, ибо, во-первых, пруссы не от русских, не сами себя варярами не называли, второе, что он в хронике ритовской, и прежде его Длугаш и Меховий от Дизбурга взяв, пишет, якобы, Полимон или Пуглий, Либан, римлянин, прийдя в Пруссию, поселился, что есть явная басня, ясно, обличная ложь, и сами себя всем обличают, что не знают, когда и кто подлинно пришел, как наилучшее их представлено ниже баснословность онова ягодца. Что же они во утверждение несколько находящихся в их языке латинских или итальянских слов кладут? Он далеко могло к ним прийти через то, как они с Готами, Кимами и Аланами вытрали, воевав, многие, в дома возвращаясь, итальянские и латинские слова принесли, через что у них многое в употреблении осталось, что и с Гудими многими народами учинилось, и ныне, кроме переселившихся. А более нерассудные и не хранящие чести народа и языка своего без нужды от самохвальства чужие слова да иногда и неправильно носят, думая, якобы тем свой язык украшает, но скорее вредят всем. Финны черные, у нас же ни в каких старых хрониках себе, чтобы род рюриков от пруссов и от цесарей римских пошел, нет, но все же известно оная сказка о происхождении про отцесаря Августа, несмотря на то, что ни от него, ни от брата, никакого потомка, ни по женскому от Нерона не осталось. Сначала Глинский, слыша оные басни в Литве, привнес, Гербиштейн утвердил о Макарии митрополит I в своей летописи, там же, как Астрахань Тмутраканин назвал, положил, но обе оные басни по доводам отпрыгаются. Подлинное ж пришествие их, без сомнения, из Финляндии, от королей или князей финляндских, и явно думается от близко сродных к узому королю, 14-му, потому что финны русскими или черными назваться могут. Он и утверждает, видимо, цвет волосых, что между ними не говорю все, а, конечно, более, нежели где-либо еще рыжий волос имеют. У них же при Аболе в самом почитаемом городе зовется Русская гора, где, скажу, изданно жили русцы, что они варяде именованы, но Нестор дословно говорит, варяде Русь си цибо тии звахуся, а сии друзей зовутся свие, друзей же урмани, ингляне, друзей Ути. Из всего можно совершенно видеть, кого он варягами зовет, и что более к доказательству потребно ссылаться на такого, который сам совершенно о варягах знал, ибо, несомненно, имел с ними обхождение. Еще же и сами шведы о себе сказывают, что они варги или варяги издревле именовались как в библиотеке шведской, о чем внятнее показано, что варг зовется волк, а образно разбойник. А что финны с Руси дань брали, и что потом русские через призвание с их князей соединились, о том, согласно снестрам, та же библиотека показывает, и довольно вероятно, что Рюрик по наследию финноями владея и в Круси присовокупил. Только финский писатель, отъемный русскую бесспорную по древнему наследству претензию, рассказывает, что не можно знать, как было русские финнами или финно-русскими владели. Но довольно их обличает русская бесспорная история, что до разделения детей Ярославов они всегда русским князям войска давали. И Аким настойчиво всех это утверждает, что Рюрик из Финлядии и как сын дочери гостомысла по наследию в Руси государем сделался. Сих князей пришествия видимым народ славянский настолько уничижен был, что мало где в знатности славян осталось, но всюду имена варяжские упоминаются. И поскольку Иерополк первый сын Святослав более к варягам, как и отец его склонности имел, из-за того видится это и получилось. А по сказанию Иоакима за склонность христианам славяне Владимира на брата на уши и того престола и жизни лишили, что тем еще доказывается, что с того времени а частичнее и прежнее блаженная Ольга сама бывшая от рода славян язык в большее употребление и народ славянский в знатность произвела, так как кто уже принес всюду не только в начальниках и управителях, но детей и мучат имена славянские показывают, а при владелье уже варяде мало в управлении видимо стали. Следствие не могли Рюрик с братью славяне или вандала быть, ни с Пуси, ни тем более из Италии произойти. Ежели то сказать, что имя варяде и варгионы только шведам длины жалы и потому их князи Швеции разумеет это, но что с его имени касается, то оное не конкретное Швеции, но из разбойничества на море данное, то равно и финном могло оное потому что комусу дано быть, ибо разбойников волками едва не всюду именовали, как например видим вандалии народ готический варгий и предел варгия а славянами испорчено варгий и переведено вилчи именованы как и гельмольт а сих утверждает что на море разбойничали у турок и персиан народ славный курты значит волки у татар башкурты главные волки или разбойники и это как сам промысл разгонничества так имя варг и варганов не было поносное или зазорное как библиотека шведская из Трайлингера о том показали но что любит не из Швеции не из Норвегии но из Синлядии только и о ким свойствах онного с гостомыслом так не с точным объявлением четырех областей варягских изъяснили и финская история довольно согласует хотя законная библиотеки шведской весьма краткая может же в их других исторических обстоятельствах находиться больше то уверяясь что войска и так часто на Швецию вузь на помощь приходить не могли а из в 1781 году вышел летописец содержащий себе российскую историю от 852 до 1598 года после Рождества Христова то есть до кончины царя и великого князя Федора Иоанновича вот что о появлении Рюриковичей писали в этом труде во времена же Кия и Щека и Харива новгородские люди и с ними Славини и Кривичи а Кривичи свою а Миряне свою и каждой своим родом живаше а чуть новгородцы свою власть и муще и дань даяху за море варягам а человека побели векшицы на год а иже у них живяху варяги то те насилия дияху им Славенам и Кривичам и Мирянам и Чуди в лето 6367 и васташе Славени и Кривичи имели и Чудь на варяде изгнаше их за море иначеше владете сами в себе и грады ставите и васташе сами нося и бысть между ими рать великая и усобица и восставше город на город и несть между ими правды иначе между собою пословоти и сидешися вкупе и реша в себе поившим себе князя иже нами владел и судил по правде в лето 6370 года придошло за море к варягам Славени и Кривичи Мере Чудь и реже варягам варягам земля наша добра велика и обильна а нарядника в ней нет пойдите к нам княжите и владите нами и избравшись три брата с родой своими первый Рюрик второй Синюз третий Труок и поиша собою дружину новую и из Эдоша к новому городу а в лето 6370 года при Эдоша князи немские на Русь княжиши три брата многие исследователи считают что немские это не немецкие а просто не говорящие на славянском диалекте князья первый Рюрик сидея в новой городе ариатоле наречен быть Новиград великий а брат его второй Синюз Сдена Белозия третий Труок сидея в Оисборску а то и ныне пригородок Псковский а тогда был в Кривичах большой город а тех варяг находник прозвать Русь и от всех словет русская земля и суть новгородские люди и до днешнего дня от роду варяжская под воку летит Синевус и брат его Труок умри и приять всю власть русскую един Рюрик и начал владеть един и раздал грады людям своим иному Полтоск иному Ростов иному Белозеро и бесты с ним пришли из варяг два человека имя единому москольд имя другому дир ни племени княжа ни боярская и не даст им Рюрик награды ни села а сколь же дир и спростисся у Рюрика ко царебраду и тише с родом своим и придоши из нового крада на Днепр реку и под Днепру вниз мимо Смоленска и не явистося в Смоленску за неград велик и много людьми и приплыста под горы киевские и узреста на горе град мал и вопросито тусущих людей чей есть градок сей они же месты им были у нас здесь три брата кей щок халиф да сестра их лыбить и же сделаша град сей и замроша мы же сидим и даем дан казарам императрица Екатерина вторая под впечатлением работ Василия Татищева и большого числа летописных источников у нее библиотеки пишет пьесу историческое представление жизни Рюрика подражания Шекспиву Екатерина основываясь на новгородском литератисте сообщает в записках о князе славяне который с братом Скифом переселился со своим племенем с Черного моря на север потом славяна был князь Гастамысл владевший славянами Руссию и Чунзью воинственные варяги наложили дань тяжкую на эти племена но Гастамысл варяг изгнал и при боли крат во имя старшего своего сына выбора построил учинил мир с варягами и быть тишина в той земле далее Екатерина вторая характеризует Гастамысл был муж храбрый мудрый соседами почитаемый многие же князи от далеких стран приходили морем и землею послушать и мудрости и увидеть суд его и просить совета и учения его якотем прославиться повсюду Гастамысл имел четыре сына и три дочери сыновья померили прежде отца большая дочь была за изборским от которой Ольга княгиня средняя дочь его умила была в замужестве за финским королем от родия из варяжского от всего шапуза в супружество родился Рюрик с братьями Гастамысл оставил завещание своим подданным чтобы по смерти его призван был владычествовать новгородскую многокотнук его сын средней дочери Рюрик князь варяжский с собратьями Синюсом и Толгором новгородцы приняли Гастамыслов Дравый Совет послы пришед к варягам говорили князьям между прочим сии достопамятные слава земля наша велика и обильна а порядку в ней нет придите владеть нами Рюрик с собратьями услыша о несогласии своей воли прихоти и беспорядке новгородцев с трудом согласились на просьбу их наконец склонились на предложение послов князь Люлик с собратьями своими домами собравшиеся взяли с собой великое число своего народа пришли из варяг к рубежам граница русским в 861 году а так учили в истории молодых людей в 1788 году вышла книга профессора Вюгельена в переводе с французского языка таблица российской истории в пользу юношества а особливо российского преподнесенная князю Гаврилу Петровичу Гагарину вся книга состоит из основных вопросов и коротких ответов позволяющих проверяющему проверить степень подготовки слушателя вопрос кто были первые варягские князья царствующие в России ответ Рюрик основатель монархии и его два брата Синаф и Труго где жили си в государе ответ Рюрик жил в Старой Ладоге Синаф на Белоозере а Труго в Изборгске вопрос как си три брата управляли Россией ответ очень хорошо они старались снискать доверенность у своих подданных через мудрое и умеренное правление и соединены будучи родством и общими выгодами не упускали и того что более и более умножить их начинающейся силу вопрос сколько лет царствовали они вместе ответ два или три года вопрос что потом случилось ответ Синаф и Труон умерли вопрос в котором году ответ 864 от Рождества Христова вопрос кто после их наследовал ответ Рюди Рюлик старший брат вопрос чем он начал свое царствование ответ он оставил старую лагоду и учредил свою резиденцию в Новгороде где он прежде всего усмирил возмущение храброго Вадима который хотел учредить там вновь республическое правление вопрос что он сделал потом ответ он распространил свое государство к северу и верил в управление городов и провинции своим боярам и учредил русские поселения в завоеванных местах вопрос что он надеялся получить от всего соединения ответ он ожидал двойной прибыли то есть утвердить более чисто свое правление и сделать мир что ему и удалось ибо вскоре две нации соединились взаимными супужествами и составили один народ вопрос когда умер Рюрик ответ в 879 году царствов 17 лет в 1789 году вышла книга корешского ассессора Тимофея Мальгина «Зерцало русс российских государей» с 862 по 1789 годы в которой он пишет князь из варяг Россов внук новгородского князя Гастамысла сын больше его тещерей Умилы финской королевы первый великий князь северной России по Рождестве Христове в 1860 году призван для княжения новгородцами в Россию пришел с братьями Синеусом и Труором с пасынком своим князем Аскольдом и многими выможами в 861 году владеть начал в 862 году княж жил 17 лет скончался и погребен новгороделиком в 879 году мнят что у многих имел жен но известна только одна его супруга вторым заменим браком Ефанда или Ендвинда Нежна Руманская от всего суброжества сын князь Игорь а от первого Ефанда брака князь Аскольд князи Синеус и Труор приняли княжение первый от 862 по 864 год на Белоозере в Весе Японской второй в Изборске а по смерти Синеуса от 864 по 865 годы на Белоозере по кончине же обоих без потомства в 864 году обысь и княжество Белозерское и Изборское наследственно полисовокуплены Рюриком к Новгородскому князь Аскольд принял княжение в Киеве от 863 по 883 год в котором убит Рюрик по прибытии в своем в Россию основал столицу Старой Ладыри который и укрепил потом управляя благоразумно и непостоянных новгородцев усмирив привел как их так и всю полночную страну в послушание себе а после в 685 году столицу свою из Ладыри перенес Новгород Великий и наконец в пусть русская история Василия Осиповича Глючевского 9 лекции сказания о призвании князей мы читаем появление этих варяжских княжеств вполне объясняется и занесенной в нашу повесть о начале руси сказания о призвании князей из-за моря по этому сказанию еще до Люрика варяги как то водворили среди новгородцев и соседних с ними племен славянских и финских кривичи чуди мери веси и брали с них дам потом дамники отказались ее платить и прогнали варяков назад за море оставшись без прошлых властителей тузенцы перессорились между собой не было между ними правды один рот восстал на другой и пошли между ними усобицы утомленные этими ссорами тузенцы собрались и сказали поищем себе князя который бы владел нами и судил нас по праву порешив так они отправили послов за море к знакомым варягам к руси приглашая желающие из них прийти владеть пространной обильной но лишенной наряда землей три родных брата отрыкнулись на зов и пришли с родой своими то есть дружинами земляков если снять несколько идиллический покров который подверг это сказание то пред нами откроется очень простое даже грубоватое явление не раз повторявшееся у нас в те века по разным редакциям начального летописного свода рассеянные черты предания позволяющие восстановить дело в его действительном виде собрав их узнаем что пришельцы призваны были не для одного внутреннего наряда то есть устройства управления предание говорит что князья братья как только уселись на своих местах начали града убить и воевать всюду если призванные принялись прежде всего застройку пограничных укабельней и всестороннюю войну значит они призваны были оборонять туземцев от каких-то внешних врагов как защитники населения и охранители границ далее князья братья по-видимому не совсем охотно не тотчас а с раздумьем приняли предложение славяно-финских послов едва избравшись как записано в одном из летописных сводов боясь звериного их обыча и нрава с этим согласно и уцелевшее известие что Рюрик не прянусь в Новгороде но сперва предпочел остановиться вдали от него при самом входе в страну в городе Ладоге как будто с расчетом быть поближе к родине куда можно было бы укрыться в случае нужды в Ладоге же он поспешил срубить город построить крепость тоже на всякий случай для защиты туземцев от земляков пиратов или же для своей защиты от самих туземцев если бы не удалось с ними поладить выдворившись в Новгороде Рюрик скоро возбудил против себя недовольство туземцев в том же летописном слове записано что через два года по призванию новгородцы оскорбились говоря быть нам рабами и много зла потерпеть от Рюрика и земляков его составился даже какой-то заговор Рюрик убил вождя хромола храброго Вадима и перебил многих новгородцев его соумышленников через несколько лет еще множество новгородских мужей бежало от Рюрика в Киев к Аскольду все эти черты говорят не о благодушном предложении чужаков властвовать над безнарядными туземцами а скорее о военном найме очевидно заморские князья с дружиной призваны были новгородцами и союзными с ними племенами для защиты страны от каких-то внешних врагов и получали определенный корм за свои стражевые услуги но наемные охранители по-видимому желали тормиться слишком сытно тогда поднялся опыт среди пластичков корма подавленный вооруженной рукой почувствовав свою силу наемники превратились во властителей а свое наемное жалование превратили в обязательную дань с возвышением оклада вот простой прозаический факт по-видимому скрывающейся в поэтической легенде о призвании князей область вольного новгорода стала варярским княжеством есть и другие материалы посвященные появлению Людмитовича на Уси субтитры